Значительные потери под Авдеевкой вынудили РФ разворачивать мобильные крематории и морги, ЦНС. Из-за высоких потерь личного состава под Авдеевкой, россияне были вынуждены разворачивать дополнительные морги и передвижные крематории на территории оккупированной Донецкой области, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления. Из-за высоких потерь личного состава под Авдеевкой, россияне размещают тела военных в заброшенных школах, сообщили в ЦНС, по данным Центра, сейчас морги в Донецке переполнены из-за большого количества «мясных штурмов» россиян на Авдеевском направлении, в попытках занять город оккупанты несут непропорциональные потери относительно тех метров, на которые им позволяют продвигать украинские защитники. В то же время в направлении самой Авдеевки, со стороны временно оккупированных территорий, подполье заметило передвижные крематории, которые разворачивают россияне, добавили в ЦНС, ситуация в Авдеевке. Окупационные войска пытаются «взять» Авдеевку с осени 2023 года. Известно, что захватчикам удалось зайти в город. Ситуация в этом направлении приближается к критической. Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте. В третьей штурмовой рассказали, что на одном из участков бойцы находятся на 360 градусов в окружении врага. Но, кольцо, удается раскрыть. Также защитники сообщили, что кофиры применяют фосфорные снаряды, на Коксахиме вспыхнули цистерны с мазутом. Сегодня стало известно, что украинские войска решили отойти из укрепрайона «Зенит» в Авдеевке. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.